всем привет мы сегодня в парке кишачок мы сегодня в парке шачок посмотрим что тут и как интересно всегда проезжали сегодня решили заехать так что оставайтесь с нами и смотрите мишка как обычно увидел нас тут обезьянку на кого похоже лишь на кого обезьянка похоже до обезьянка носик глазки ротик да там живые есть пошли живых смотреть заходим там как нам сказали направо и вниз вот такая дорожка тут у нас ослики вот красивые цветы розовые прям конечно естественно что это искусственное но красивенько прохлада о а здесь у нас бассейн с рыбками рыбки кои семейства карповых я их знаю но сидят тут наверно вода горячая вот целая стая больше обычных серых конечно но красиво и фонтан давайте пройдемся под фонтанчиком тут можно пройтись вот такой классный фонтанчик зеленый конечно весь уже и рыбки прям даже сюда капает желающие кто сюда ехал на нервах есть разгрузка нервной системы это у нас ударный тренажер но я ехал спокойно поэтому я разгружаться не буду пожалуйста указатели кому куда грибочки кто еще не покушал хочешь быть зеленым съешь зеленый грибочек хочешь быть синим съешь синий грибочек ну вот подходим к такому указателю все у нас есть и все направо он туда за грибочки и вперед дальше естественно что автоматы для детей ну как бы это детский парк понятно что здесь еще можно поесть попить здесь есть кафешечка и идем дальше смотреть так идем дальше вот у нас тут красивый потолок оригинальный и как обычно продажа всевозможных сувениров барчик где потом нужно посидеть и пойдем дальше везде вентиляторы стоят что тоже неплохо что тоже неплохо вентиляторы у нас охлаждают все мишка у нас побежал по машинкам залази ну помоги мне здесь тяжело кто там миска там рули давай поехали вентилятор да красная лампочка красная лампочка да тут есть карусельки есть паровозики парк как в детском парке все это здесь есть у нас тут еще одна машинка более убитая и горячая лучше на ней не сидеть и руль даже весь изоленты замотанный продолжаем нашу экскурсию по парку здесь у нас такой мультяшная полянка с мультяшными животными конечно конечно как же все без маши непонятной конструкции такая маша конечно но зато медведи более-менее похоже особенно главный герой медведь ну что то есть похоже и его подружка и с нашими героями иностранцы это микки маусница а вот он сам микки маус дональда все они здесь есть вот такой микки маус прямо не узнать в костюме цирковом каком-то и опять же у нас тут соник быстросоник и его друзья аттракционы аттракционы лабиринт более для маленьких детишек а есть тут еще дрейф картинг ну знаю на таких тележечках но ценник довольно таки конский за пять минут 400 рублей что-то многовато у нас тут все аттракционы дети должны быть в носочках это конечно правильно поэтому мы пришли купить носочки вот такие маленькие 100 рублей пара ну денежку нам меняют потому что дал две тысячи а они сто стоят ну ждем стоим в парке ждем когда нам все денежки отдадут вот такая вот обстановочка вокруг можете посмотреть ну в принципе неплохо даже стоят вентиляторы обычные на ножках и пытаются охлаждать людей что довольно приятненько пока нравится подеваем носочки какие красивые и готовы бежать прыгать и скакать Миша у нас пошел в шарики все Миша еще не понял не понял он что тут творится но пока интересно пока там у нас в шариках бегают пойдем немножко пройдемся посмотрим что тут еще есть здесь у нас делают фото сразу распечатывают вот так же вот такие качельки полу лежачего состояния можно покачаться можно полежать ну и соответственно вес до 60 кг то есть мне уже нельзя кататься на таких и у нас тут медвежата панды и к чему это правильно вот у нас тут пагода японская японская поэтому входим в японский сад он конечно еще не доделанный что тут пытаются сделать интересное но пока еще не сильно тут должен быть фонтан насколько я понял даже вода уже есть но пока еще как-то зато головастиков много вот верблюдики ходят яма какая-то засыпанная ну делается все может что-то здесь было наоборот это все решили переделать такая беседка в японском стиле ну и никакого навеса нет поэтому здесь жарко давайте выходим и идем опять под навесы где довольно таки более-менее уютненько вот и верблюд пришел с прогулки двугорбый прикольный верблюдик вот со всех сторон можно подойти и посмотреть как обычно он что-то живет опять мы вернулись на то же место в тот же лабиринт потому что Миша еще здесь у нас прыгает и плавает в шариках вот он уже выбрался и побежал непонятно куда сейчас сейчас Миша будет боксером не пробежал пошел смотреть дальше а это вольеры тут с животными тут я отражаюсь конечно но не увидите но вон там лежит медведь то есть самый нормальный бурый медведь естественно что в какой жир он не выйдет ну вот его вольер весь в решетках довольно просторный кстати для медведя бурый медведь реальный жарко он конечно не выйдет вот у него здесь свой бассейн довольно комфортные условия и правильно а вот у нас пума бенгальский тигр самка самка бенгальского тигра тоже он лежит отдыхает жарко но тоже вольерчик довольно таки просторненький ну самец симба естественно что он также там где-то у себя скорее всего отдыхает и спит вон он да и вот опять же вы не увидите но он там есть поверьте на слово и конечно же какие парки без птичек павлинов вон еще один у нас спрятался и обычный индюк самочка индюка ну а воробьи конечно везде все воруют их никто не бьет поэтому он и воробей давайте еще тут павлин чуть ближе подошел посмотрим вот он павлин павлин мавлин красивый правда все перья из хвоста у него куда-то делись на сувениры разошлись скорее всего павлинов тут довольно таки много вот там один у второй и вон еще три под навесиком сидят но все бесхвостые и есть лев еще вот он лев тоже жарко спит у него тут песочек нагреб на песочке и отдыхает там прохладенько тоже вольерчик довольно таки просторный это лев самец кличка муфаса или витя идем дальше ну пока интересно да все сделано добротно хорошо мне нравится смотрим остаемся и смотрим идем по деревянному мостику здесь у нас нутри вон вылезла беленькая чухается ну в основном светлые но есть и темненькие тут есть конечно динозавры куда же без них в виде скульптур и много козочек домашние козы всегда голодные всегда готовы все поесть все что им дают индоуточки также со своим зеленым бассейном в нем еще и черепашки плавают они даже ходят среди посетителей ну и обычный гусь белый-белый он вам что-то рассказывает тут еще один подошел с пеликанами вместе обитают ну и уточки даже без уточек и вода зеленая зеленая вот пеликанчик смотри не трогай а то покусает пеликанчик вечно голодный хотящий что-то слопать опять опять мы заходим на мостик и тут уточки плавают вода конечно у них какая-то хитро зеленая ну вот такая есть а тут несколько уточек в тенечке попрятались сейчас миша с ними разберется нет не захотел пошел дальше всем известные морские свинки тут целая хорава разных сортов разных окрасов почтовые голуби сейчас уже везде интернет почта голуби стали невостребованы и они решили работать в зоопарке тут их довольно много все беленькие все красивые как на подбор также сова сипуха естественно днем ее не увидеть а нет вон она там сидит недовольная такая потому что ей светло а это у нас серебряный фазан редкая птичка поэтому сидит в вольерчике красавец это его самочка как обычно у фазанов самочки некрасивые со слабой окрасочкой золотой фазан вот это должен быть красивый но он там вдалеке лапы себе чешет не знаю видно не видно и он еще один это горлица у нас смеющийся и обыкновенный а нет даже римский голубь не знаю что в нем римского но он там один такой здоровенький а с ними еще серебряный фазан сидит это голуби павлины с пышными хвостами решил я тут водички взять автомат в виде советских автоматов взял мохито за 35 опана зелененькая наливается самое главное что было холодное и вот у нас напиток зеленый классный водичка довольно таки классненькая холодненькая самое главное самое то мохито ну обычно газировочка конечно ну то что надо и заходим опять в вольерчике вот здесь у нас уже обезьянки вот она вот она вот она тут бегает прыгает скачет как обычно они все суетливые идем дальше насколько я понял здесь у нас все 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 в приматах капуцин где-то вон там 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 за стеклом у них еще отдельное вот он вышел капуцинчик все подошел смотрит разговаривает обсмотрел налево направо молодец идем дальше так тут у нас кошачий лемур а вон они сидят хвостами укутались и сидят никого не трогает жарко а это что-то у нас без названия он скорее всего это тот же капуцин что-то хочет конечно все они хотят кушать зубки такие неплохие зубочки конечно сама маленькая зубки конкретные ну и куда же без енотов полоскунов ну правда это не они почему-то а вот он вот он вот они два два полоскуна дайте что-нибудь пополоскать ну сними с себя футболку я ее пополощу и с ними на сухе здесь пара вот еще одна видно дерутся поэтому их разъединили и тут конечно пар накопытные и ослик грустный 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 ослик также тут есть мара патагонская что-то похожее на зайца какая-то смесь маленькие передние лапки задние непонятно такое интересное животное дальше у нас кенгуру бенета опять все спят жарко но кенгуру не должно быть жарко они все-таки с Австралии ну ладно сурикатики о сидят сидят на солнце смотрят сурикатики наоборот хотят солнышко ой встали 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 выпустите нас мы будем хорошо себя вести опа три сурикатика ням 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 сейчас буду делать есть тут и енотовидные собачки да похоже на енота но это собачка так сказать одна он греется на солнышке другая ходит бродит зато у них есть типа бассейн с плиткой выложены круто прошли мы эту олейку с животными и пойдем посмотрим что тут дальше здесь олени в этом валерчике они сидят в будке своей а вот во втором валерчике он вышел и довольно такой рогатенький и довольно такой рогатенький мне страшно не бойся не бойся кормим самцу самцу все самец покушал рядом с оленями это муфулончики небольшие такие парнокопытные пони который может встать на задние лапки посмотреть прям в камеру белое пони вместе 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 обычное белое пони который тоже кони даже вон тут ослик больше чем это пони гисанская овца ну просто выглядывает уже половцы вылезла даже ворота чуть погнулись потому что они постоянно вылазят и хотят кушать ну и Миша как обычно пытается там делать удары ногами предупреждение для всех будьте осторожны лама может плеваться так что внимательно имейте на руках салфеточки чтобы вытираться от плевков ламы здесь также есть журавль красавка действительно такой красивенький журавль вон еще парочка идет красавцы прям с такими грифками с такой бородкой красавкой и щелкают главное чтобы не клюнул сквозь решетку и Миша решил всех козочек потрогать всех пощупать миша 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 как говорит миша что говорит а здесь у нас обыкновенная лисичка который тоже жарко и обыкновенный воробьи к нам прилетел канадский волк нашел тенек и просто устал и отдыхает жесть не сильно-то жарко но для животных все равно жарко так как они в шубе а в шубе даже летом жарко вот еще один волк в тенечку этого больше тенечка конечно этому повезло конечно здесь есть страусы как же без них они всегда и везде есть дикобразик буянит тоже в тенечке и прям жарко жарко ему мы сейчас идем обратно по той же дорожке что шли и вот иду мимо льва тут в такой в интересной позе и вот такая поза у льва просто балдеет от жары и от своей жизни идем дальше местными тропками налево направо пойдем по центру впереди какая-то скала наверху красивая вся в дырочках желающие могут здесь пострелять в тире из автоматических оружия и даже с лука можно пострелять давайте посмотрим на дрифт-машинки как раз сейчас два ребенка на них катаются сейчас посмотрим что тут за дрифт у нас такой прям крутой что можно сказать ну неплохо для детей зато смотрите какая утилизация покрышек сколько их здесь и они все-таки играют свою роль кто голодный здесь можно покушать вот такие уютные боксики идем дальше посмотрим что тут еще мы не видели рыбки куи целая стая обычно это не стая на рыбу ну вот плавают толпой так сказать естественно что хотят чтобы мы им что-то кинули покушать здесь вот такое интересное кафешечка по периметру если видно выходит парк или вода 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 выходит и довольно сразу так хорошо и прохладненько прям по периметру вот 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 и закончили мы маленькое путешествие по парку, выходим, в принципе понравилось, все здорово, все хорошо. Советую всем его посетить, не пожалеете. Так что всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok